стартуем короче два километра быть вот спонтона стартуем и пошли вот так там вот буй разворачиваемся и обратно потом на вел там транзитка и пошли от лахта центр и пошли по эстакаде туда и уехали друзья если вы являетесь любителям триатлона или только планируете попробовать себя в какой-либо дистанции то здесь я расскажу о своем опыте участие в медном садике это соревнования по триатлону в санкт-петербурге они проходили и в целом они являются одним из крупнейших и престижных спортивных событий подобного рода в россии этим летом это мероприятие проводилось в три дня с 19 по 21 июля 2377 и так вам лицензию нужно 3 2 а сейчас она в этом я спросил у ребят на регистрации эти ребята которые выдавали мне стартовые пакеты сколько всего участников и по информации полную дистанцию делала 400 человек половинку полторы тысячи что за половинка и полная дистанция профессионалы могут перемотать это сейчас инфа для моей бабушки которая смотрит все трансляции со мной и удивляется почему я одел оранжевую шапку они зеленую ведь мне в ней красивее так вот соревнованиях две главные дистанции полная дистанция она же полный iron man она же полная железка плавание 3,8 километра велосипед 180 километров и бег 42 километра 200 метров и полу дистанция half iron man она же вот так нежно половинка моя половинка можно еще сказать то есть полу железка плавание 1,9 километра велосипед 90 километров 100 метров и бег 21 километр и 100 метров я делал именно ее конце моя медаль с гравировкой финишного времени да ребят прям там можно набить себе татуху медного всадника и сделать гравировку на медали со своим временем был еще и женский забег на 5 километров и детские забеги на различные дистанции но это уже отдельная история сам ивент как все проходило а и 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 покатать в питере кстати немало людей проехали немало людей кататься на велосипедах что классно что очень классно погода супер сейчас 25 градусов я надеюсь что не будет никаких штормов ураганов я снял эту квартиру арендовал и сразу так вот вы выходите вы будете на улице сразу во двор прям в центре в центре здесь массово поле тут не знаю несколько минут до спаса на крови то есть вот это еще фишка главное всего этого 19 июля регистрация участников выдача стартовых пакетов работа экспо и финишный городок здрасте здрасте как доехалось а этот получать там только вот сам приехал этот не знаешь да 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 молодцы мини купер подвесили половину половину мини купера здесь половина уже где-то отъехала на хера еще использовать мини купер фанаты спартака сейчас все поддержат все это дело газпром арена там и поехала карета на 4 колеса вот на такой надо соревноваться 90 километров сел четвером комбинированный триатлон все плывешь на этом катамаране едешь вот на такой карете четырехколесных и потом бежишь как бежит как флинстон вот в бревне и в четвером вот так ногами вот это отличный будет триатлончик ну почти больше тысячи полторы тысячи вы делаете 226 а удачи итак вопрос кто является амбассадором озон фрэш дмитрий мальников полина гагарина бикович ничуть слушайте у маликов у вас в рекламе был но именно фрэш до озон но вера гагарина бикович ничего себе все я те расстроился вы меня расстроит вечером прошла паста party до старта еще паста party после старта кстати одна зеленым соусом была паста другая с красным но без мяса обе стартуем короче два километра быть вот с понтона стартуем и пошли вот так там вот буй разворачиваемся и обратно потом навел там транзит к мы проплыли потом мы бежим сюда берем пакет обуваемся дивансе потом к велосипеду бежим потом берем велосипед обратно выбегаем двадцатая июля основные соревнования на полную дистанцию и половинку проходила все на крестовском и васильевском островах шикарная локация газпром арена позади лахта центр грибной канал сбоку мне все очень понравилось и погода на мой взгляд в этот день была идеальной старты полная дистанция стартовала в 7 утра железка кто делать полную железку они уже стартанули вот плывут нашем грибном канале нашем это я имею в котором и мы будем плыть половинки с 9 30 я ушел в воду красивым прыжком с понтона около 10 00 что круто в таких соревнованиях принимают участие как профессиональные атлеты так и любители и какой-нибудь простой парень из рязани при правильной подготовке может нахлобучить бегущего как грациозная лань кристиана роналдо подобные соревнования это еще и культурная программа поэтому спортсмены часто приезжают целыми семьями и все это создает шикарную атмосферу когда ты бежишь утро солнце пробивается сквозь тучки икры забились в коленях стреляет ты никогда не любил свой дом так как сейчас и уже вот-вот тебя вырвет но твои друзья и семья рядом ждут тебя на финише потому что все же ходить туда-сюда шесть часов пока ты наконец финиширует а приятных плюшка стоимость участия в соревнованиях по триатлону на средней полной дистанции медный всадник входит рюкзак рюкзак кстати прикольный их два для полной дистанции один рюкзак для половинки 2 шапочки для плавания футболка финишера спортивное питание хотя его как такового я там не заметил стартовый пакет то есть стартовый номер стикеры индивидуальный бараслет транзитные мешки медаль финишера естественно если ты финишируешь также включено профессиональная команда спасателей на плавательном соревновании очень круто все на лодочках все за тобой следят бесплатный технический сервис велосипедов во время соревнований не знаю где он там был но знаю где был платный контроль за соревнованиями профессиональной команды судей медицинская помощь бесплатная зона восстановления для финишеров финала и это отдельный люкс там делали массаж все было полностью забито и стояла очередь я туда не попал о качестве массажа сказать ничего не могу были призы и подарки от партнеров ничего сверхъестественного но приятные мелочи а транзит как они были большими и только между этапами мы набегали еще километра полтора мы с командой на зубры всем привет встретились накануне провели тренировочку хочется казануть чуть покатали на виллах готовимся завтра к половинке железной чуток посмотрели локацию и когда в команде с друзьями это все заряжает еще больше об организации если коротко я кайфанул если у вас есть время и вам интересно послушать про косяки были ли они но кто не косячит это огромный ивент я слышал как на велоэтапе ругались велосипедисты из-за того что крышки слетали с бутылок которые выдавали волонтеры бегуны смешивались в кашу пытаясь выбрать нужный стаканчик с колой водой или изотоником и чтобы там не плавал малосольный огурец все как с 2 до 5 утра в новогоднюю ночь до не хватило туалетов ну а разве было бы так интересно если было бы так просто а 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